Привет, друзья! С вами самый винтажный из всех музыкальных каналов, и я его ведущая Кристина Беленькая. Я прошу прощения за долгую паузу, мы с вами давно не виделись в рамках моих традиционных роликов. А все потому, что, если вы знаете, мы строим бар, и плюс очень много сил отбирает операционная деятельность. Мероприятия, концерты и времени на запись видео в аппаратах, правда, остается очень мало. Но, возможно, вы заметили, что на канале появились шортс, короткие минутные ролики. Это новый формат для меня, и мне очень важно ваше мнение о них. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они вам. Что же, давайте скорее рассаживайтесь поудобнее, потому что зову я вас в наш традиционный очередной рейс в прошлое. А поедем мы с вами вроде и не очень далеко, в начало 80-х. А кажется, что это было уже совсем давно. Вообще, 70-е и 80-е – это эпоха расцвета японской аппаратуры. Это то самое время, когда японцы создавали воистину шедевры аудиотехники и по техническим параметрам, и в визуальном плане. Великолепного качества техника, которая безотказно работает по сей день, невзирая на почти полувековой возраст. Сегодня я хочу вас познакомить с довольно редким образцом знаменитой японской корпорации Sony. Это вот такой вот кассетный ченджер МТЛ-10. Занятная вещица, скажу я вам. Редкая она, потому что производились они всего два года, с 82-го по 84-й, и чаще всего такие штуки приобретались не для домашнего использования, а для озвучивания всяких ресторанов, баров и магазинов. Это некий прообраз цифрового накопителя, который появится много позже. При использовании 90-минутных кассет общее время непрерывного звучания могло составить до 15 часов. Ну, давайте рассмотрим, как он устроен. Во-первых, это проигрыватель. Записывать этот аппарат не может. Здесь всего одна магнитная головка, а внутри него находится вот такой вот картридж-накопитель, в который помещается 10 кассет. И при этом можно заранее задать последовательность воспроизведения, что довольно удобно. Так эти кассетки сюда убираются. Его можно закрыть при необходимости. Здесь можно подписать все, что внутри находится. Еще очень интересно, что напротив каждой кассеты свой индикатор, и можно выставить тип ленты и даже задать систему шумоподавления. Стоил такой аппарат порядка 300 долларов, и это были очень большие деньги по тем временам, что, конечно, еще раз указывало на то, что навряд ли кому-то захочется домой такую штуку купить. Своего динамика у этого аппарата нет, но зато есть вот такая вот кнопочка бланк-скип, благодаря которой аппарат убирает паузы между песнями. И это еще одно доказательство того, что это, скорее всего, техника не для домашнего использования. То есть подключаемся к центральному звукоусилению, и вуаля. Можно слушать музыку без пауз хоть весь рабочий день. Мы же подключили его к еще одному кассетнику из нашей коллекции, вот этому черному бруталу фирмы National Panasonic, входящий в концерн Matsushita Electric Industrial, модели RS4360, версии DFT, 1984 года выпуска. Я вам как женщина скажу, в этого красавца просто невозможно не влюбиться. Пускай даже бы он просто стоял и молчал. Вы только посмотрите на него, какой красавец. Этот богатый черный пластик, имитирующий кожу. Эти стальные выступающие боковые стенки, чем-то напоминающие рэковую стойку. Эти красивейшие ручечки, динамики, ну просто чистейший визуальный экстаз. Ну а эти выезжающие колоночки, поворачивающиеся микрофончики на верхней панели, и сейчас приводят народ в полнейший восторг. Представляете, какое впечатление этот аппарат производил на потенциальных покупателей тогда? Магнитола это мало того, что красивая, так еще и умная. Например, она умеет находить нужный трек по паузам в обоих направлениях. Запрограммировать ее для этого можно аж на 11 треков. Абсолютный рекорд для магнитол. А ее акустические свойства при хорошем качестве записи кассеты выше всяких похвал. Мы сейчас всю эту технику, всю эту конструкцию непременно послушаем. Только уверяю вас, то, что вы услышите у себя, будет сильно отличаться от того, что на самом деле слышу здесь я, находясь рядом. Потому что я записываю звук через свой микрофон, а вы все это еще вдобавок слушаете преобразованным через свои динамики. И поэтому я не устаю зазывать вас в наш дом винтажной музыки, чтобы вы смогли увидеть и услышать эти аппараты вживую. Так, ну что, давайте откроем. И сейчас к нам вот выезжает этот картридж с 10 кассетами. Теперь нам нужно этот картридж отправить обратно. Он туда так ловко уезжает в это жерло этого аппарата. И дальше мы, например, хотим, чтобы сначала звучала кассета 2, потом кассета 8, потом кассета 5. И, собственно, нажимаем «Пуск». Кнопочку change нажимаем, если нам нужно быстренько поменять кассету одну на другую. И согласно нашей заданной программе он теперь включает другую кассету. Ну и еще раз проделаем эту операцию. Коль скоро мы задали уже ему задание проиграть нам три кассеты в разной последовательности. Вот сейчас включится кассета под номером 5. Ну что же, дорогие мои, надеюсь, я вас снова хорошенечко удивила. И вы отблагодарите меня лайками и комментариями. А с вами была Кристина Беленькая. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!